Привет, красотки и красавчики! Сегодня у нас с вами будет помадное видео. Рассмотрим и потестируем на руке и на губах целых 10 новых оттенков блеска Stellar, которые называются Sexy Gloss. И приехали эти блески вот в такое вот огромное коробище с мягкими губами. Вы видели вообще когда-нибудь такую пиар-рассылку? Как только ко мне блески приехали, я, естественно, с вами этим в сториз поделилась. И от вас было множество ответов, точнее множество вопросов поступило. Вы меня спрашивали, как они на губах, что они себе представляют, стоит ли их покупать и так ли эти блески вообще хороши в деле. И сегодня на все эти вопросы я постараюсь ответить. Блески у нас вот в такой вот стильной упаковочке. Здесь золото, написано Stellar и здесь написано Gloss. Мне лично нравится внешний вид этих блесков. Внутри аппликатор, не могу сказать, что он такой же классный, как аппликаторы, к примеру, у Catrice бывают. И формула здесь минимальной липкости. Если для вас важно, чтобы блеск не приклеивался, то есть когда вы вот так делаете, вы хотите ощущать минимальную липкость, то тогда эти блески для вас. Не могу сказать, что они такие водянистые, как некоторые блески люксовые. Я не помню точно, какого бренда был тот блеск. Но он мне дико не нравился как раз тем, что он, наверное, за час впитывался в губы. Да, он почти не ощущался, он ощущался как вода, но он и блеска при этом не давал. То есть я не вижу смысла использовать тот продукт, который, может быть, более комфортно ощущается на губах, но, по сути, свою функцию не выполняет. Здесь же, мне кажется, это золотая середина. Опять же, наверное, золотая середина для большинства, потому что я лично люблю более липкие блески, потому что, на моем опыте, они более такие объемные, на губах более сочные, и они держатся гораздо лучше. Эти держатся хорошо, и они, ну, наверное, часа три точно на губах блестят довольно-таки интенсивно, но потом они начинают чуть-чуть скатываться, в особенности, если вы активно говорите. Стоит отметить, что в данном конкретном случае это, наверное, не так критично, потому что большинство оттенков этой линейки, они такие полунюдовые, прозрачные блески с наполнением, то есть здесь есть и шиммер, и какой-то мелко помолотый глиттер, короче, расскажу по ходу дела, но из-за того, что они не яркие, не броские, вот это скатывание в уголках губ, оно не так сильно заметно, как если бы у вас был, к примеру, темно-фиолетовый блеск, и в уголках начала образовываться вот эта светлая полосочка. Запах у этих блесков отдаленный, какой-то конфетно-сладковатый, но он еле ощутимый, что является плюсом, потому что те из вас, кто чувствительны к ароматам, могут не волноваться и без каких-либо проблем эти блески выгуливать. Стойкость для блеска средняя, как я уже сказала, он не будет держаться так долго, как более липкие блески, но часа три, может быть, даже четыре часа на губах он точно остается, интенсивно блестит. Если вы поели блески, естественно, придется обновить, но это сделать несложно, потому что это не матовая помада, не нужно заморачиваться, просто взял там в центре, чуть-чуть подмазал, вуаля, все готово. И теперь давайте поговорим об оттенках. Первый из них это тот, который я сейчас держу в руках, называется Clear Intentions номер 01. Прозрачный блеск, обычный, не имеет цвета, просто топпер, скорее всего, для помад, ну, либо можете носить сам по себе, если любите такой прозрачный эффект на губах, просто если вы хотите создать влажные губы, не добавляя оттенка. В целом, в хозяйстве пригодится, в особенности, если вы делаете какие-то арты. И для прозрачного блеска он ведет себя хорошо, то есть ничего экстраординарного в нем нет, это просто хороший рабочий прозрачный блеск. Когда ко мне эти блески только приехали, я, если честно, думала, что это все оттенки, то есть что Stellar рассылают все 10 оттенков, которые есть в линейке. Но сейчас я зашла на сайт Stellar и вижу, что их там 20, то есть мы с вами рассмотрим ровно половину в этом видео. Но каких-то суперярких оттенков я не вижу. Все равно они здесь все полунюдовые, какие-то розоватые, бежеватые, коричневатые. И нет здесь броских, насыщенных фиолетовых либо красных оттенков. Следующий оттенок, который мы с вами рассмотрим, это 03 Fall in Love, влюбись. Это прозрачный блеск с мелко помолотым серебристым глиттером. Почему с глиттером, а не с шиммером? По той причине, что есть в этой линейке блески, у которых вот эти частицы внутри, они гораздо более мелкие и вообще неощутимые. Эти частицы можно на губах ощутить, если постараться, то есть если долго сидеть и вот так вот делать, вы ощутите эти частицы, но они не колкие, они не раздражающие. Когда вы блеск нанесли, вы, наверное, через минуту или две вообще перестаете замечать, что у вас эти частицы есть в блеске. Поэтому если вы боитесь того, что частицы вас будут колоть либо бесить, то нет, скорее всего, они этого делать не будут. Этот блеск тоже для любителей такой нежной полупрозрачности. Вообще эти блески между собой очень похожи, по крайней мере, они похожи на моих губах. Мои губы довольно-таки сильно пигментированные, они сами по себе такие коричневатые, красноватые, не блеклые вообще. Поэтому, когда я такого плана светлые блески наношу, они все, ну, мало отличаются. Но если вы белоснежка со светлой кожей и со светлыми губами, тогда на вас вот эти различия в оттенках будут гораздо сильнее заметны, чем на мне сейчас видео. Но просто учтите, что в этой линейке нет ничего супер броского. Следующий блеск под номером 06 Daydreams. Мечты наяву. И это у нас тоже полупрозрачная база, точнее, да, это прозрачная база. Просто из-за того, что здесь вот этот шиммер имеет розовый оттенок, кажется, что база розоватая. Но нет, она прозрачная. Просто шиммер внутри, он розоватый. И он более мелкий, чем вот этот вот мелкопомолотый глиттер в предыдущем блеске. Поэтому я как раз называю частицы в этом блеске шиммером, а в том и глиттером. Это более мелкий помол. И по этой причине губы, по крайней мере, мне это кажется, с этим блеском выглядят более влажными, более объемными. То есть вот эти частицы, сияющие, сложно различить. И сам блеск просто создает такую водную гладь, сияющую на губах. И я лично такой эффект предпочитаю. Блеск по номерам 8 называется Dirty Dancing. И мне с самого начала было очень интересно, что он из себя представляет на губах. В тюбике, посмотрите, он выглядит таким коричневато-нюдовым, и шиммер внутри холодный. И это действительно шиммер, а не глиттер. Он более мелко помолотый, и на губах не ощущается вообще. И этот блеск на губах явно не такой пигментированный, каким он смотрится в тюбике. Он фактически полупрозрачный, немножечко дает вот этого коричневого оттенка, но шиммер мне очень нравится. Оттенок номер 10 Rose Gold отличается от Daydreams тем, что внутри здесь гораздо более крупные частицы. Сама база, я бы сказала, светлая, такая персиковая, и частицы здесь золотистые. Я не могу сказать, что мне лично очень сильно нравится тот эффект на губах, который этот блеск дает, но под настроение, в особенности летом, на загорелой коже, мне кажется, он будет смотреться очень-очень круто. И здесь эти частицы на губах все-таки немножко ощущаются, поэтому если для вас это критично, держите этот факт в своем сознании. По крайней мере, я их ощущаю. Может быть, кто-то и не будет их чувствовать, но так как я ношу блески вообще без всего, без шиммера, без глиттера, точнее как, я ношу иногда блески с наполнением, но очень редко, поэтому, когда я ношу блески с шиммером, я этот шиммер чувствую, если он там более крупный. И здесь этот шиммер немножечко ощущается. Не критично, ничего отвратительного, непереносимого, но ощущение все равно присутствует. Следующий блеск под номером 13 называется он Love Affair. Переводится примерно как интрижка. И здесь это по сути та же самая розовато-персиковая база, но с серебристым наполнением. И здесь шиммер, а не глиттер. То есть, в предыдущем блеске были более крупные золотистые частицы, здесь более мелкие серебристые. Но на губах опять же разница, но она минимальна. Если хотите что-то более теплое, вы не против крупных частиц, вам понравится предыдущий блеск. Но если хотите более влажный, такой холодный эффект на губах, то блеск под номером 13 это то, что вам нужно. Следующий блеск под номером 15 называется Dirty Roses, грязные розы. Это еще один мой фаворит, помимо того, который сейчас на моих губах. И нравится он мне как раз по той причине, что в нем нет наполнения, в нем нет ни шиммера, ни глиттера. Это просто пыльный, розоватый, повседневный, сочный оттенок. С таким блеском никогда нельзя ошибиться, его можно включить вообще в любой макияж. Из-за того, что он не супер пигментированный, он не будет слишком сильно к себе внимание привлекать, но при этом он будет вас освежать. И следующий товарищ, один из самых насыщенных, точнее из всех, которые мы с вами сегодня будем рассматривать, он точно самый насыщенный. И называется он 18 Sweet November, сладкий ноябрь. Вы знаете этот фильм? Господи, он такой классный, он такой грустный, что я не могу реально его пересматривать. С Киану Ривзом и Шарлиз Терон этот фильм. Я его помню в детстве, смотрела на кассете раза два или три, и там еще была песня Only Time не Энигмы, а Эни. И у меня эта песня с фильмом связалась, и теперь каждый раз, когда я эту песню слышу, мне становится грустно, потому что я этот фильм вспоминаю. Короче, очень крутой фильм, если смотрели, поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. Так вот, Сладкий ноябрь это насыщенный, ягодный, такой розовато-красноватый, немножко даже коричневатый оттенок, полутон, очень круто будет смотреться, как переходный блеск между осенью и зимой, вообще, наверное, в принципе, будет смотреться круто, как повседневный, сдержанный, но при этом немножечко акцентный блеск. Следующий блеск, под номером 19, называется Ньют Хит, Ньютовый Хит. И в отличие от блеска, под номером 15, вот эти вот грязные розы, которые мы с вами рассматривали, вот этот тоже ньют, но он гораздо более бежевый, и он более холодный. Если вы белоснежка с холодной кожей, то это то, что вам нужно, если вы девушка с оливковой кожей, то он на вас будет смотреться более акцентно и даже может быть по-вампирски. Не то чтобы сильно, не так сильно, как вот этот вот блеск. Этот, наверное, больше подойдет для темных, дымчатых макияжей, когда вы хотите минимизировать внимание к своим губам и просто чем-то светлым их накрасить и сделать так, чтобы они дополняли ваш яркий, темный макияж глаз. И последний блеск, о котором нам с вами осталось поговорить, это мой фаворит, называется Poison Drop, отравленная капля. Номер у него 20, это холодный, лиловато-серо-розовый блеск. Я не знаю, наступит ли когда-нибудь такой момент, когда меня такого плана оттенки перестанут восхищать, потому что у меня тонна помад такого оттенка, теней, блесков, лаков и мне все равно мало, потому что я обожаю вот этот вот немножко вампирский, но при этом все еще женственный и нежный эффект. Этот блеск не так броско-эготично смотрится, как, к примеру, серовато-бежевая помада на губах, плотная, но все равно создает настроение. Вы чувствуете? Немножечко Хэллоуином повеяло что-то такое таинственное. В общем и целом кайф, но при этом блеск может быть повседневным. Он не такой броский, не такой яркий, каким мог бы быть, если бы здесь была стопроцентная пигментация, либо если бы он был, может быть, на 3 или 4 тона темнее. В целом могу посоветовать этот оттенок даже тем, кто побаивается всего такого готического, но хочет попробовать. Потому что, как я уже сказала, пигментация не стопроцентная и розовый оттенок все равно здесь присутствует. Это не совсем серый блеск. В общем и целом подводи к вышесказанному, это классная линейка, ничего плохого, я о них сказать не могу, они держатся нормально для блеска, комфортно ощущаются, липкость средняя, губы не вылечат, но и не высушат, то есть у них нет вот этого вот неприятного ощущения, а-ля минеральное масло на губах. И когда я эти блески выгуливала, я их, наверное, минут через 10-15 переставала ощущать вообще. Запах, опять же, неприторный, никого бесить не будет. В общем и целом, если хотите нюдовый блеск, то можете к этой линейке присмотреться, потому что в ней вы обязательно найдете то, что ищете. Надеюсь, вам было интересно, спасибо огромное за просмотр, подписку, лайки, комментарии, за ваши добрые слова, всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч. Пока!